В феврале этого года из-за введения санкций у многих отечественных производителей возникла проблема, чем заменить иностранные средства индивидуальной защиты. Этому вопросу была посвящена научная конференция, которая прошла на Киморской фабрике имени Горького. Подробности в нашем следующем материале. В начале мероприятия участников приветствовал председатель совета директоров Киморской фабрики имени Горького Александр Яковлев. Он отметил, что фабрика – одно из старейших предприятий по производству средств защиты. Здесь объединены опыт предыдущих поколений, инновационные технологии. Наши новые технологии, которые вы видели в инновационной цехе, позволяют нам практически обеспечить высокий уровень защиты для всех наших потребителей. Главная тема научной конференции – обеспечение средствами индивидуальной защиты всех предприятий, независимо от внешних факторов. Ведь после введения санкций западных стран многие компании столкнулись с нехваткой СИЗов для работников. А ведь для тысяч людей, чья работа связана с особыми условиями труда, наличие средств индивидуальной защиты – это вопрос здоровья. Мы, в свою очередь, применим все возможные ресурсы, имеющиеся у нас, для того, чтобы поддержать наших коллег по промышленности. Можем помочь, в первую очередь, отечественным продуктам. На Киморской фабрике имени Горького провели большую работу по импортозамещению материалов, чтобы все составляющие респираторов были отечественного производства. Гости мероприятия рассказали, что подобные конференции помогают установке деловых контактов, дальнейшему взаимодействию и развитию в вопросах обеспечения безопасности персонала. Участие очень важно. Главное, что это очно. Затрагиваем очень много различных тем. И, конечно, это очень интересно – послушать коллег из других предприятий. Напомним, что на Киморском предприятии производят более ста видов респираторов, спецодежду и обувь для промышленных и медицинских учреждений. Всю используем и респираторы, и пленочную продукцию, изделия из пангона. Спектр защиты от ревных веществ топливной компании достаточно широк. Поэтому, в общем-то, вся продукция применяется у нас на наших производствах. Также участники конференции обсудили организацию закупок эффективных отечественных СИЗов. Еще один вопрос в повестке – выбор оптимальных средств индивидуальной защиты и дальнейшее эффективное их применение промышленными предприятиями.